Проблема, это у нас, наверное, лет 10 точно, лет 10 где-то течёт крыша, но с каждым годом, конечно, всё это хуже, хуже. Вот окно у нас разваливается всё буквально, стена вся вот эта мокрая вся, то есть грибок. Последние 2-3 года вот всё уже грибком, плесенью покрылось. Я живу с 85-го года, и до 2-го, по-моему, года не было ничего, всё было нормально, потом сделали капитальный ремонт крыши, насколько я знаю, и после этого течь появилась, и с каждым годом всё больше и больше. Это было после капремонта. Ну, значит, так сделали раз. После этого течь появилась именно. Жаловалась, ну вот я, в общем-то, ходила все эти 10 лет к нашему начальнику ТСЖ, вот, всё это на словах, что-то мне обещали сделать, и всё, но ничего не делалось. Потом вот первый раз, в 11-м году я уже стала требовать, чтобы акты составляли они. То есть у меня имеется несколько актов, вот, по протечке. Потом я обращалась, естественно, в жилищную инспекцию и в администрацию нашу, вот, местную администрацию, и губернатору писали. Ну, все, в общем, отправляют всё, опять же, в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция приезжает и делает проверку, и пишут, что всё удовлетворительно. Во-первых, холодно зимой, потому как окно разваливается, там дыры буквально, вот, в них ветер дует. Даже когда батареи стали топить у нас в декабре, у нас тепла не стало. То есть вот платим мы приличные деньги за всё, а тепла не имеем. Вот. В дом управления мне сказали, что я сама виновата, что холодно, потому что я не подготовилась к зиме. Вот в окно дует у вас, говорит, что можно сделать, заклеить надо. Вот всё, что мне это предложили. Ну, грибок. Сейчас, конечно, вот, во-первых, все мы болеем. У меня вот хронический бронхит, я инвалид второй группы, у меня онкология. Онкологию поставили в 10-м году, то есть вот когда вот это всё началось у нас, плесень, мы этим дышим. То есть я не сплю, 2-3 часа ночи я просто сижу, задыхаюсь. Я не знаю, что здесь влияет, потому что грибок кругом. У нас грибок уже, кстати, до третьего этажа уже. У них тоже грибок в квартире. Ну, а в сарай, стена, вот это всё, даже с улицы это видно. Если вы с улицы посмотрели бы вот этот угол, там всё вот в воде. Над моим окном там кирпичи голые, всё вывалилось буквально. Когда вот прям дождь, если у нас течёт, у нас замыкание было по всей квартире. Не было света неоднократно. В общем коридоре с соседем там тоже без конца всё это вырубается, свет, потому что замыкает. И вот бытовая техника бьёт током, то есть нельзя ни продукты достать там, потому что бьёт током. Сырость, влажность, вот мы этим дышим. У нас в квартире двое детей. Старший ребёнок у нас инвалид детства. Вот ещё внучка, 9 лет маленькая, она здесь тоже живёт. Мы её как бы стараемся отсюда подальше, чтобы на кухне даже она не появлялась. Потому что дышать, я считаю, этим опасно. Субтитры делал DimaTorzok